всем привет дорогие друзья есть разговор мне тут на глаза попалась статистика росстата за 2020 год о том что в нашей стране увеличилось количество разводов до 73 процентов давайте об этом поговорим представьте что вам нужно построить многоэтажный дом очевидно что самое главное в строительстве дом это даже не фундамент а проект если представить себе что многоэтажный дом это семья брак и один год семейной жизни это один этаж то дай боже вам здоровья если вы проживете вместе с женой 60 лет ну например вступили в брак 25 а умерли в 85 хотя с нашей жизнью то ну ладно вас раньше посадит наверное не суть вам придется жить 60 лет вот проект многоэтажного 60 этажного дома да ну очевидно что с такой статистикой где именно подавляющее большинство браков распадается а три четверти распадается до 73 процента я думаю что нужно будет ориентироваться на меньшинство не на то как принято сегодня потому что если вы будете ориентироваться на то как принято сегодня то у вас ничего не получится ну скорее всего по крайней мере а что у нас сегодня принято что у нас сегодня не в тренде да вот все же очевидно во первых нужно обязательно пожить вместе проверить вдруг там как-то вот мы в быту не сойдемся или в интимной близости не сойдемся еще что-либо очевидно что эти проверки явно не работают потому что браки все равно распадаются что еще у нас есть люди говорят что нужно в брак вступать когда будет финансовая стабильность ну окей что у нас люди которые сожительствуют несколько лет дожидаются того когда они смогут накопить на свадьбу у них что потом что-то хорошо получается нет также собственно разводится подавляющем большинстве это же касается влюбленности и всего остального я думаю что проблема в том что во первых сегодня мы все смешались в одну кучу то есть нас разные сословия но все живут вместе но сословия нас разные то есть кто-то сельского до мира ощущения кто-то городского мира ощущения но жизнь сталкивает например в одном и том же вузе разные религиозные мировоззрения и особенно в юношестве почти никто не уделяет внимание таким вопросом как вера все так смотрят на это несколько пофигистично менталитет разный в плане национальности хотя бы так далее и вот люди вступают в брак и оказывается что когда влюбленность уходит что совершенно чужие она хочет жить в деревне он хоть жить в городе или наоборот она хочет одного ребенка он хочет быть многодетным отцом он традиционных взглядов там может быть там армянских корней там или чечни она наоборот такая вся есть современная феминистка и тому подобное он христианин она мусульманка или там неверующие и все и люди вот так вот сидят и думают а зачем мне все это надо ну и конечно проще развестись я бы вообще рекомендовал бы но вот это мое личное мнение обращать внимание не на какие-то там знаете бабочки в животе и тараканы в голове то есть на какие-то ощущения а именно смотреть на фундаментальные вещи которые определяют единство ведь все-таки в основе брака должно быть именно единомыслие а не влюбленность именно на основе единомыслия вот по моему личному мнению появляется любовь на любовь не вот эта вспышка света когда там ох она смотрит собака хатика и плачет как это приятно я тоже плачу под собаку хатика теперь все вот мы до гроба будем вместе ну сколько на таком слабом увлечении продержится брак фундаментальные вещи которые вот которым которые можно отнести к проекту то есть единомыслие вере в религиозном мировоззрении даже у двух атеистов конечно гораздо больше шансов сохранить брак чем если там он верующий она атеистка или наоборот одного сословия чтобы оба бы оба стремились там городской жизни и любили городскую жизнь или оба стремились к спокойствию к сельской жизни там интроверт экстраверт менталитет опять же один человек может быть русский другое там значит он не знаю из прибалтики пока молодые вроде ничего не заметно а когда подрастает все начинает сразу как-то уже это сказываться вот на эти вещи мне кажется нужно обращать внимание потому что если нету единомыслия то не о чем говорить ведь проблемы в браке будут у всех у всех но когда есть единая основа шансов перенести достойно эти проблемы гораздо больше больше шансов чем когда единомыслия нету тема понимаю большая и ее за там шесть-семь минут не осветишь поэтому пишите в комментариях свои какие-то мысли на этот счет потому что по факту мы имеем просто ужасную цифру 73 процента браков в нашей стране распадаются я думаю что это страшная цифра достойна того чтобы начать об этом говорить ведь в конце концов наши дети страдают от нашего легкомысленного отношения друг другу до вступления в брак цена очень высока у это ошибки и поэтому есть смысл порассуждать подумать найти может быть какие-то варианты решений пишите комментарии подписывайтесь на канал если понравилось палец вверх до свидания